Добрый день, уважаемые любители рок-музыки! Однажды наш великий сатирик Михаил Жванецкий в порыве откровения произнес следующую фразу «Я счастлив, что своей жизнью подтверждаю чью-то теорию». Вот и я, с некоторого времени, сочняя тексты к своим рок-н-роллам, своей жизнью начал подтверждать теорию Иосифа Бродского, утверждавшего, что поэзия – это видовая цель человечества. Но ничего не могу с собой поделать. Все сочиняю и сочиняю. Причем сочиняю не только тексты песен, но и обычные стихи. И даже выпустил сборник детско-взрослых стихов и песен в стиле рок. Более того, я даже хейтера начал стихами отвечать. Также хочу выпустить целый сборник под названием «Как возвышенно общаться с хейтерами. Уроки от профессора Волощука СД». Поэтому, уважаемые любители рок-музыки, учитывая, что меня распирает от ритмической и рифмически организованной человеческой речи, я решил выплескивать сочиненное еще и на своем аккаунте. И вам, уважаемые мои подписчики, придется либо все это выслушивать, но либо отписываться, если вы еще не дозрели до видовой цели человечества. Но вы сильно не пугаетесь. Я не сразу буду вываливать на вас тысячи стров, а буду делать это постепенно, по одному небольшому стихотворению и даже не каждый день. Сегодня я зачитаю вам только одно небольшое стихотворение, но зато о самом себе. Представляете, как это интересно? С тех пор, как я начал вести свой блог в соцсетях, я узнал о себе очень много нового и очень много интересного. Оказывается, я очень многого о себе не знал и даже не догадывался, кто я такой. А еще я узнал много новых слов и понятий, типа фрик, кринж, чейсв, испанский стыд, эффект Даннинга-Крюгера и так далее. Но хейтеры меня благородно просветили в этом деле и помогли мне посмотреть на себя со стороны. Вот хочу, чтобы и вы поближе познакомились со мной. Поэтому стихотворение, которое я сейчас зачитаю, так и называется «Кто я?» Я рожден в украинской семье, рос внутри советского искусства. Для антисемитов я еврей, для фашистов ненавистный русский. Трудно мне ответить на вопрос, кто я и какие мои взгляды. Лучше покажу я вам разброс, как на меня смотрят в разных чатах. Для мерзавцев однозначно враг. Подлецам стою поперек горла. Хамы чувствуют, что я аристократ, что могу и по лицу, точнее в морду. Для бездельников давно живой укор. Для безвольных порождение ада. Фрик для многих, так как не такой, как они. Совсем не из их стада. А интеллигентам стыдно за меня. Вызываю стыд у них испанский, Что не побоялся выставить себя из своей стихи на суд мещанский. Ожиревшим слишком я худой. Для худых упитан я не в меру. Для тупых я чересчур тупой. А для лузеров я неудачник серый. Для друзей потерян навсегда. Пью теперь одну простую воду. А был раньше главный тамада. За здоровье пил и за свободу. Главное, что понял я давно, Никогда для всех ты мил не будешь. И поэтому я делаю давно только то, Что сам считаю нужным. Так что не могу и сам понять, Кто же я, какие мои взгляды. Вам придется думать за меня. Только вот придумывать не надо. Ну вот и все на сегодня. А вы боялись, что это будет навязчиво и долго? Нет, я привык все делать быстро и весело. Не надоедать. Поэтому до свидания. До следующей поэтической встречи в эфире.